Моя родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Сейчас загорел про черенки. Дело в том, что у меня полностью сорвана осенняя продажа косточек, то есть для меня это почти катастрофа. А черенки я все эти годы держал людей на, как называется, на игле. Я высылал им за деньги и высылал бесплатно сибирские семечки сибирских яблонь, уссурийских груш, мальчурских абрикосов, самых простеньких. И еще вишен сибирских, и еще слив китайских. Пришла пора, и теперь я надеюсь, что без прививки оно что-то будет, но не то. Я надеюсь, что сейчас они меня не завалятся, но хотя бы дадут продержаться еще год. Потому что я занимаюсь благотворительностью. Это смысл моей жизни. Я сейчас специально сказал об этом на телефон, который записывает сейчас. Ой, я сказал, телефон, фотоаппарат. Вот. И еще расшифровка дальше пойдет. Это, я, смотрите, Николай, я вас слушал целую серию, теперь послушайте меня, это повод, вы для меня повод. Так, вспоминаем. Вы как сказали, вы почувствовали разницу или смысл, а мы же сами уже сообразили. Значит, сибирские дальневосточные, сортами нельзя называть, называем сортообразцы. То есть те, которые хорошо тут пожили. Тридцать, сорок, пятьдесят лет. А на Дальнем Устоке тысячи лет. Они вовремя уходят в зиму. Так. Сбрасывают лист, а значит, что им сделать со зимой. А западные, а они у меня тоже имеются. Так. Западные, ну, там несколько штук попало вот сюда. То есть человек взял и мне их, это самое, сейчас я их найду. Вот. Взял и перечислил. Вот это очень важный вопрос. Я хотя и ответил, ну, там пятьсот человек меня прочтет. Вот. Да и не все пятьсот, а может быть сто. Итак, значит, уже человек, в данном случае кто у нас? Как, как? Слезкой, по-моему, Александр. Да, да. Что, в этом как? Он ведет телеграф-канал. А, ну, да, да, он. Так вот, значит, он не зря спросил вот про позднее, раннее. Дело в том, что эта градация позднее, раннее. Какие-то попали под заморозки, пронесло. Другие, наоборот, значит, пронесло заморозки, потом другие попали. Вот. Смотря когда заморозок. Бывает рано и поздно. Значит, он не зря задал вопрос и разделил их на две группы. Я на этот уже вроде бы ответил, но не получается. У них есть супруги. Поэтому, возможно, позднее окажутся ранним, а раннее окажутся поздним. Законы Менделяя никто не отменял, до сих пор не отменили. Лучше бы отменили. И, наконец, последнее. Значит, влияние подвоев. Когда я перечислил вот эти пять пальцев. Значит, груши луссурийские, манджурские абрикосы, сливы китайские, сибирские яблони и, наконец, вишни. Сибирская, на которой можно привать шикарные вишни, как у меня. Видели, наверное, мои суньи текли? Та же самая. Хорошие и не болеют. Да, не болеют вообще ни одной ветра. А ведь они-то с Херсонской области. И включая черешни, на которые приводят на вишни. К чему я говорю? Я уже этот нудный разговор сейчас закончил. Значит, влияние подвоев. Значит, да, они тоже влияют. Так? Это значит, что они приводят, делают более, назовём его, северным. Пусть-то отрицают, это, векоментация, наука, а на лицо-то, привитое на дальневосточное, у меня же в Сибири живут, и листво вовремя сбрасывают. Понимаете? А у вас будет так, с косочек поносеяли, у вас отбор будет с нуля. Нет. Они уже, они уже сибирские. Они уже гибридные. Они уже гибридные. О, косточки. А всё равно будут вылазить какие-то крайности. А я заметил, дар небес у меня, 10 штук. А один лист бросил, один хорошо растёт, другой хуже растёт. А рядом, на расстоянии метров друг от друга. Вот. И листья у одного крупные, а у другого, а у вас вот крупный железов попался один. Это вообще какой-то лист ненормальный. И он в первый год, и лист у него чуть не сладой. И круглый такой, и жирный, жирный. Крупный железов вот у вас. Попался у меня один синиц, прям вообще выделяется среди всех. И лист такой жирный, толстый. Блин, здоровый. А, косточки-то вроде одинаковые, да, с одного дерева. Да. Я вот по яблонам вижу, я посадил богатырь, сеянцы у нас. Вот взял свои яблоньи богатырь, попосеял. Они все разные. По листву, по структуре, по стволу. Они все разные. Очень трудно найти прямо вообще одинаковые. Думаю, я заметил, что вот даже у нас штрифель, например, в деревне. Я ни одного штрифеля одинакового яблока не видел. Чтобы он вообще был одинаковый. Вот у одного у меня, даже на одном дереве, никто они разные. Не положено. Это правильно, это уже нормально, это природно. Не положено. Не положено. У нас есть детей, ни одного, ни только нет одинакового. Кроме болезненцов. Одно яйцо. У меня тетка сядет, а они двойняшки, двойняшки, ну это разнояйцевые. Так они тоже отличались. По-моему, маленькие были оба. Но они не похожи друг на друга были тоже. В одно время родились. Это все у людей. Как у людей, так и это. Чем людей больше лекарствами кормят, блин, тем слабее человек становится. Его поколение слабее. Чем меньше дерево кормят с лекарствами, тем оно более само находит выход. Я уже прослыл сколько раз говорил. Тря, она, дерево само забивает этот люк. Она зацепливается, и муравьи сразу съедают ее. Я просто видел это на молодых сеянцах. Специально оставил три молодых сеянца, только покореженные. Буду на следующий год наблюдать за ним. Все листья, три сеянца рядом. Рядом. На расстоянии буквально три сеянца вместе, они клюв поражены. А остальные сеянцы рядом, на расстоянии 20-30 сантиметров, они все стоят нормальные. Я буду специально наблюдать на следующий год, как они себя поведут. Замучат они, или меня не замучат. Или я их замучат. Николай, попробуйте догадаться такой вещь. Вот я включаю усадьбу, да. Вначале берут дерево, калечат его буквально, до уровня головы выше, отрезают все ветки. Так. Вот. Перекапывают почву. Нет, нет, значит, на них нападает тля, на них нападают все насекомые, какие только есть в природе. Так. Дальше якобы нападают грибы, якобы, потому что на самом деле грибы, они не трогают живые деревья, только мертвичину. И потом она берет 5-10 флаконов и начинает учить, и, заметьте, спирака лечит дерево. Потом начинает учить. Посмотрите, какое дерево ужасное. Давайте его сейчас лечить будем. Вот. И это каждый день, каждый день, каждый день. Вот. Я уже... Доченька, самое обидное, что на люди это все переводят. На люди это переводят, на людях. Сейчас маленький ребенок чуть засморкался, ему сразу бац, таблетки, бац, таблетки. Блин, а у нас в детство прошло, у нас ноги парили, малину, молоко с медом пили. Да, или ничего. Или ничего, само проходило. Да, Господи. Раньше порежешься, коренки он ободрешь, сверстопедом кладешь. Никто ничего, ничем не мало, само проходило. Это иммунные системы, так же и у деревьев. А сколько детей было, а выживали не все. И вот брат ваш рассказывал, выживал-то единицы. Да. А это естественный отбор в природе. Так же и деревьев. Ну, посеял ты сто штук, ну, сенецы погибли, у тебя 30 штук на то. Остальные-то будут здоровыми. Мне кажется, этим путем надо идти. Притом деревьям не так жалко, как людей. Но все равно людей тоже кормить лекарствами лишними, я думаю, не надо. Так они же купят десяток с рынка деревьев. Они могут не сразу умереть, а за несколько лет. То есть умрут все равно. А я умрой. По деревне ходил, смотрел. Все то же самое. Купили, значит, на карликовых подвоях. Год живет, два. Потом загинается. Потом загинает. Потом загинается. И вот так вот по всем участкам хожу и смотрю и учу, а некоторые не воспринимают это. Вот. Кроме, как вот я говорю, у нас единственное преимущество, у нас снег здоровый. У нас корни не подмерзают. А вот у вас, например, где снега мало, и морозы большие. А вот хотел затронуть вопрос насчет черенков. Могу я, например, у нас, если не будет сильных морозов, например, черенки срезать в феврале, в марте, когда мне надо? Можно, можно, можно. Потому что у вас, я знаю, почему осенью заряжать. Но вы же, вот режете, я же вижу по видео, вы режете абрикосов черенки и оставляете их на зиму ранеными. Да. Они же переживают это. Понимаете, они, это место для них тоже источник. Да кто спал. И весной, если весной срезать, то для дерева, кажется, лучше будет. Для дерева лучше, для них хуже. Они могут быть подмерзшие. А я же продаю, мне нельзя ошибаться. Да, я это понимаю. Ну, для себя, например, для себя я могу, например. И вот в этом году была зима кастрофическая. Таких зим у меня было у нас в Московской области. 30 лет, какие-то, сливые все померзли. Представляете? Какая-то эуродская зима. А абрикосы ни ваши, ни померзли. Вот только заморозок был весной, да, замутил. Ты знаете, у соседа черешня, две черешни уже листья распустились. Все это, листочки распускаются. Как долбанул этот заморозок. И все, этой черешней, большинкой высотой. Николай, этот заморозок был самый опасный, за сколько я тут 40 лет живу. Почему? Ладно, заморозок во время цветения абрикосов и листьев нет. Вот. А эти еще позже просыпаются яблони, груши. Как правило. Во время цветения я согласен, пропускают вырожай. А этот был настолько поздний, что ударило по листьям. И по нарасту. Да, на прихвостах на ваших. Я же вижу, перезимовал, все, веточка живая, начали почки набухать, появляться. И бах-бах этот заморозок, и все. Ну, они же одновески. Еще там цветочков не было. И бах-бах, и прямо видно начинает. И кора такая покрывается белым. В общем, эта зима была катастрофической. И лето было жаркое у нас. Такой заморозки. У нас колодцы пересохли. В нашей землини колодцы пересохли. Такого вот было за 30 лет, что я здесь в деревне езжу. Два раза. По-моему, в каком-то 10-м году. И все. И все. Так что вот, я считаю, что для нашей зоны, здесь надо более сыр, чтобы корни, ну, сырости не боялись. Вот, у нас сырость это самое главное. А у нас мороз. Давайте так, у нас еще будет о чем поговорить, возможно, на вебинаре. Итак, абрикосы могут жить на терни, терносливе, алуче, на сливе. Так, это значит, если, ну, это такая работа, ну, не в нашем возрасте ее начинать, продолжать. Два-три поколения, два-три поколения. И все. И они на этих самых... Я же показывал пример, ярчайший пример в моей жизни. Вы видели пару дней назад, уверен, фильм рассмотрите, да? Я стою возле двух абрикосов. Так. Абрикосы сами по себе, да не восточные. Ну, я их уже называю сибирские. По двое. Манджуриц, на манджурце уже, и этот самый, морозок. Я третьим этажом прививаю этих самых европейцев. На одном дереве всем прививок. Все мертвы. На втором дереве восемь прививок. Все мертвы. Вы представляете? А 40 лет-то позади. Я уже это преодолел, потому что несколько сортов, королевский там, этот самый, дар небес, прочее. Я их уже приучил. А здесь я сделал вторую попытку. Знаете почему? Мне нужно было сравнительный анализ. И тут же на каждом дереве на этом, плюс еще десяток дерев, привитые венгерки. Совершенно чуждое, совершенно чуждый вид. А они все, а они все живы и плодоносят. Абрикос на абрикосе мертвы, а венгерки плодоносят. А это о чем говорит? Мы можем преодолеть биологическую несовместимость. На десятки европейцев я преодолел, мне же говорят, у вас есть европейцы? Я говорю, есть. Вот, пожалуй, дар небес. Королевский, эти самые, господи, этот самый, Шалах, Петр Великий. Я же преодолел несовместимость. Несколько поколений. А здесь я еще понапрививал свеженьких. Все мертвы, все доедино мертвы. Это пример чего? И способ есть. Извините, я сел на своего конька, Николай. Вот. И способ есть. я, Макс, эту теорию очень понял, и это надо академию развивать. Это 10 лет как-то, брат, переносить туда-сюда, туда-сюда, а совместимость в прививка. А для питомников это плевать. Приживой, и ладно, а сколько через два года будет, когда они забыли. Во-во-во, правильно говорите. Так, значит, у меня уже тяжело разговаривать, хотя еще утро у меня, но у меня уже начинает болеть голова. 5,28, а у меня 9,28. Это просто я не сплю, у меня сейчас депрессия, я в 3 часа уже встаю. Ой, понятно, я знаю про вашу депрессию, сочувствую вам, очень сочувствую. Сейчас мы заканчиваем разговор, у меня все равно у этого, у этой съемочной, этой, фотоаппарата заканчивается, как она, зарядка. Вот, мы сняли три серии, я их все выставлю. Сколько человек посмотрят, сколько посмотрят. Пусть посмотрят наши хотя бы единомышленники. Вот. Компания все интересуют. Павел, хоть бы их немножко заразить этим вирусом, хоть чуть-чуть бы, блин, ну хоть поболели бы маленько. Это же не коронавирус, это же полезный вирус. Так самое обидное, берешь 100 косточек, два месяца выдержал в сыром песке, посадил 90 в сходе. Да что еще надо-то? Сразу огромный сад. Я теперь не знаю, я часто их посадил, метр через два, через три. А теперь вот выкапываю, в этом году попробовал, штук пять-шесть выкопал, которые похуже, пересадил. Вот, не знаю, посмотрю результаты. Ага. Ну это, Николай, надо заканчивать разговор. Давайте, давайте, счастливо. Вы сейчас поедете, наверное, туда? Не, у меня это, самое, 300 черенков, надо их сейчас обработать. Вы знаете, я тут разговаривал с одной умной женщиной, вот, она тоже удивилась, что я занимаюсь такой, ну, не ерундой, что мне надо заниматься глобальными вещами, а я сейчас буду, вчера Дровакову, нет, вчера это, резал сиренки, позавчера Дровакову, а в это время золотое, я бы мог использовать-то, сами понимаете, для чего. Да. Вот, лишний фильм создать. Очень классно, счастливо вам, я тоже здесь стараюсь вас продвигаю, продвигаю потихонечку. Ладно, спасибо. Я тут районный центр захвачу, они у меня будут тоже, я в магазин любой захожу, говорю, приезжайте, засажен, так, сейчас отключится этот, Макарову привет, вам там рядом, вот, вы не зря сказали, ни у кого нет, а у Макарова какой сад, вот, у вас свои деньги рядышком, только, соколение. Ну, не совсем рядышком, это по вашим меркам рядышком, по нашим, по европейским, это порядочным, 200 километров. Ну, на велосипеде, конечно, ну, все, пока, сейчас отключается сам по себе. счастливо. Спасибо вам за звонок, мы столько с вами, вы, так сказать, помогли мне снять тяжесть души, поговоришь легче. Вы мне тоже помогли, эти прессии снимали. Спасибо.